Ах, черт, мы снова идем. И сердечко, сразу же было все красиво, великолепно. А в этот раз у нас неизлечимо больной. Сохраните пациента живым в течение нескольких дней. По очереди будем играть. То будем Джона лечить, то Джейн. Поэтому сегодня у нас Джейн До. Я не знаю, брать тяжелый... А давайте возьмем тяжелый, собственно, почему нет. Попробуем. Попробуем. Так, два слота открылось, доступные XP экономики. Случайный выброс ресурсов. Много биоочков. Звучит как план. Ресурсы тормозят на полсекунды, прежде чем исчезнут. Слабые факторы риска. Факторы риска производят на 50% меньше урона от болезней. Начало с двумя случайными... С двумя случайным образом улучшенными образом жизни. Короче, перевели странно. Начало уровня с двумя случайным образом улучшенным образом жизни. Короче, два случайных образа жизни. Начинаем. Посмотрим, что выпадет. Ни если чем, а больной, значит. 160 дней мы должны продержаться. Сохраните пациента Джейн До живым в течение 160 дней. Пациент Джейн До госпитализирован в реанимацию и находится в критическом состоянии. Сделайте все, чтобы сохранить жизнь пациента Джейн До в течение 160 дней. Усилители. Да. Много биоочков. Случайный образ жизни. Подсказка. Догадка конец пути заболеваний помогут вам сэкономить время и ресурсы. Ну, это мы посмотрим. Че они нам помогут, че не помогут. Глянем. Так. Она сразу в критическом состоянии. Смотрим, что с ней. С сердцем прям проблема на 12 падает. Боли в груди. Возможно, даже импаркт какой-то с легкими. Те же проблемы минус 13. Остальное не так уж и страшно. Значит, боли в груди. Усталость. Так, секунду. Проверяю. Кровохоркание. Значит, первое. Это рак легких. Проверяем биопсию легких. Делаем. Биопсия легкого представляет собой процедуру, при которой образцы тканей легких удаляются, чтобы определить присутствие болезни легких или рака. Это раз. И электрокардиограмму. Собственно, ЭКГ. Тест, который проверяет изменения вашим сердцем во время силовых нагрузок. Вы можете ходить на беговой дорожке или крутить педали на велотренажере, подключенной к электрокардиографу. Огонь. Одну секунду. Что-то мне кажется, звук немножко прихуел. Слишком громко. Вот так. Вот так, вот так. Смотрим. Ёбушки-воробушки. Высокий холестерин, гипертония, стенокардия. Давай лечиться. Что сильнее бьет, стенокардия жуще. Так. Стенокардия. Тип боли в груди, вызванный снижением кровотока к сердечной мышце. Стенокардия это ишемич... Ишемич... Фу, блядь. Это ишемическая болезнь сердца. Стенокардию обычно описывают как сжатие, давление, тяжесть, тиснение или боли в груди. Нитроглицерин тебе за 5 дней... За 6 поинтов. 100% эффективность. Красиво. Так. Высокий холестерин. Когда у вас высокий уровень холестерина, у вас могут развиться жировые отложения в кровеносных сосудах. В конце концов, эти отложения затрудняют проток крови в артерии. В конечном итоге приводят к окклюзии из-за купорки пораженных артерий. Статины за 5 дней. А не можем и статины. Строгую диету. Что у нас есть сразу? Средиземноморская диета и сон. Ну, неплохо. Неплохие, кстати, еще эти самые. Рак легких, не рак легких. Я понял. Зря потратили. Рак легких, не рак легких у нас оказался, ребята. Новые тесты делаем. Так, секунду. Это значит статины сюда. Раз. Гипертония. Высокое кровяное давление является общим условием, в котором сила крови против стен артерии... Что? В котором сила крови против стен артерии достаточно высока. Что в конечном итоге может привести к проблемам со здоровьем, таких как болезни сердца. Ну, альфа-блокаторы за четверочку. Боли в груди все равно остаются. Это мы проверили, кстати. Биопсию легких мы сделали. Надо еще тесты. Тесты срочно, тесты легких, блядь. Тесты легких проводить пока... Она должна дожить у нас 160 дней. Мы ее, конечно, лещим. Это все круто и опасно. Это все круто и опасно, но... Респираторный мониторинг. Пневмоторакс. Давай респираторный мониторинг. Респираторного мониторинга состояния пациента обычно проводится в стационаре и может быть основной целью для пациента, который наблюдается медперсонал. Легочная ангиография или легочная артериография. Кардиологическая медицинская процедура легочной кровеносной сосуды просвечивают рентгеном для выявления артериовенозных мельформаций. А где метаболическая панель? Я не понял. Почему я не могу ее запустить? Давайте УЗИ грудной клетки просто до кучи. Ультразвуковая диагностика, которая также называется УЗИ или диагностическая медицинская сонография, является методом визуализации, который использует высокочастотные звуковые волны для получения изображения структур внутри вашего тела. Замечательно. По кровообращению прям беда у нее, ебать. Срочно лещим. Ага, нет, нет нарушения, нет нарушения дыхания, все хорошо. Сука, нарушения дыхания у тебя нет. УЗИ грудной клетки. В смысле, ты что, рофлишь надо мной? Вот это все не то? Хуя. Электрокардиография, давайте. ЭКГ, методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Огонь. А, блядь, пропустил. Пропустил. Аритмия и сердечный приступ, заебись. Просто заебись. Че лечить первое? Че лечить мне первое нужно? Давайте сердечный приступ. Так, сердечный приступ обычно происходит, когда в одном из кровеносных сосудов образуется кровяной сгусток. Этот сгусток, если достаточно большой, может остановить приток крови к сердцу. Нитроглицерин. На один день. Кардиостимулятор тебе еще нужен? Окей. Хорошо. Значит, смотри. Аритмия. Проблемы с ритмом сердца. Аритмия сердца. Возникает, когда электрические импульсы в сердце, которые координируют ваше сердцебление, не работают должным образом, заставляя сердце биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. Кардиостимулятор. Огонь. Тут будет плюс один идти. Благодаря вот этому. Благодаря средиземноморской диете. Значит, сердечко мы спасли. А вот тут у нас жопа жопная. Просто пиздосий. Тест на грипп. Инфекционные заболевания крови. Давай. Дайте одно очко, пожалуйста. Я вас молю. Так, хорошо. Инфекционные заболевания крови. Группа инфекционных заболеваний крови используется для обнаружения заболеваний вызванных микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы, грибки или паразитов. Пожалуйста, найдите мне уже что-то, чтобы я вылечил ее. Прям страшно за женщину. Еще сто дней она должна у меня тут жить. Блядь, органы дыхания. Ёб твою дивизию, мать. Туберкулез. Свиной грипп H1N1. Просто грипп, пневмония, туберкулез. Ты что, ебанутая? А ну быстро лечить все это дело Я ебу, алибабу Вы как? Так, туберкулез Это потенциально тяжелые инфекционные заболевания Которые в основном поражают легкие бактерии Которые вызывают туберкулез Передаются от одного человека к другому воздушно-капельным путем Из-за неозит 90% 25 дней Ну это пиздец Да, блядь, еще это пропало Как в первом хером было У нее по легким прям беда, ребята Дайте поинты мне Дайте вылечить ее Дайте шанс Охуенно Отказ систем Так, короче Лечим Пневмония Инфекция, которая воспламеняет воздушные мешки в одном или обоих легких Воздушные мешки могут заполниться жидкостью или гноем Вызвав кашель с мокротой или гноем Лихорадкой, ознобами, затруднением дыханиям Антибиотики За 6 Огонь H1N1 Технический термин свиной грипп относится к гриппу свиней Случайным образом свиньи передают вирус людям В основном ветеринарам и работникам ферм Отдых за 2 Огонь сюда Грипп обычный Это вирусная инфекция, которая поражает дыхательную систему Нос, горло и легкие Просто тоже отдых сюда 3 Вау Если мы ее еще сейчас вылечим Это будет прям вообще чудо Да я не успеваю так быстро во все тыкать Нам нужно ее, короче, образ жизни повысить Образ жизни, это что у нас? Это самое Как эта херня называется? Органы дыхания Через что она дышит Органы дыхания Органы дыхания Это нервы, нет, это не надо Иммунитет, не надо Пищеварение, почки, нет Мускулатура, скелет, мускулатура, кровообращение Органы дыхания Занятие аэробикой Заебись Надо, чтобы плюс ушла Надо, чтобы плюс куда-то ушла Иммунитет, блять Скелет, мускулатура Умеренное потребление алкоголя Пищеварение, почки Вот, органы дыхания тут будут Не курит Курить у меня не будешь, короче Курить вредно, ебать, копать Да Проморгал, смотрел Посмотрел в сторону Как эти проценты уходят И охренел У тебя, кстати, это самое все Вылечилось, вылечилось Заебись да иди ты пень увеличивает так тот кто не курит табак развил мышечные боли это у нас судя потому что тут уходит то электроэнцефалограмму нам нужно неплохо неплохо интенсивная терапия что тебе можно легкие пересадить плюс 25 процентов органы дыхания блин я бы сделал это хронический стресс да я понял тут уничтожить кровообращение потащишь за вместе за органами дыхания мне что нужно такое счастье мне такое счастье не надо ну так тихо пересадку легких быстро тебе сюда трансплантация легких это хирургическая процедура при которой больного пациента частично или полностью заменяют на легкое которое приходит от донора при которой у больного пациента видимо частично или полностью заменяют легкое хорошая замечательно а на 15 стоило не 25 нормально так уж и страшно на тебе нервы релаксационную терапию бонус ну и антидепрессанты за четверочку огонь хронический стресс ха красиво же кровообращение повысим тебя у тебя кровообращение повышается повышается красота же ура симптомов нет силовые тренировки так скелет мускулатуры это неинтересно вот правильная гидротация это интересней генетику может взять давайте хорошую генетику возьмем 24 дня есть на то чтобы генетику ей сделать нормальную кровообращение 15,7 повышается ой хорошо все она не умрет она не умрет у меня она у меня сейчас с хорошей генетикой выйдет после всех моих лечений мы еще и геномодифицируем ее мало того что легкие присадили еще и гены подсадим новые так хорошая генетика кто-то кто был награжден хорошей генетикой собственно все просто блин неплохо я вам скажу вышли за 20% меньше 20% уже нет да что тебе больно у тебя все хорошо я тебе легкие пересадил слышишь все нормально кстати что вы тут быстрый диагноз шунтирование желудка бочки плазмоферез иммунитет плюс 15% хуяси скелет мускулатура нейрорегенерация пересадка это все нам не надо это все нам не надо вот тебе правильную гидротацию вода регулирует температуру тела и смазывает суставы она также помогает транспортировать питательные вещества которые дает нам дает вам энергию и держит вас в туносе жейн до пьет по 3 литра воды в день ну это прям уже дохуя что-то еще тебя прокачаем нельзя ты все тебя выписывают молодец смотри какая красотка вышла еще была неизлечимо больная за 160 дней мало того что мы тебе гены подсадили нужные там еще и легкие пересадили потому что пизда была с твоими ты курить бросила пока была в реанимации все нормально случилось так медицинское заключение пациент джейн до стабилизирован после 5 месяцев лечения точный диагноз и лечение сердечный приступ пациента джейн до замедлил крах кровообращение и системы обеспечив больше времени для лечения перевод немножко корявенький но плюс-минус я думаю понятно 125 процентов эффективность диагноза 10 лечения лечения заболеваний было выполнено нами замечательно и красиво вообще как-то на изи щелкаем уже даже на сложных уровнях ремиссия увеличит здоровье пациента я думаю ремиссией будем заниматься в следующем эпизоде почему бы собственно и нет я благодарю вас за то что вы посмотрели эту серию подписывайтесь на канал подписывайтесь также на телеграм-канал ссылка на который будет в описании под роликом ставьте лайки комментируйте и увидимся в следующем эпизоде прохождения Bewing Redemption и в других играх всех обнял подписывайтесь на канал добавьте лайки